В поисках душевного равновесия В современной психологии довольно широкое распространение получил термин субъективное благополучие, subjective well-being. Им определяется позитивное эмоциональное состояние удовлетворенности собой, своей жизнью, окружающим миром и своим местом в нем, традиционно описываемое в житейских терминах душевного равновесия. В русском языке состояние субъективного благополучия нередко отождествляется со счастьем, но такое отождествление верно лишь в известном смысле. Счастьем чаще называют сильное положительное эмоциональное переживание, обычно вызываемое какими-то радостными событиями. Это состояние кратковременное, приходящее, человек не способен его испытывать постоянно. Говоря о счастье как субъективном благополучии, обычно подразумевают счастливую жизнь, существование человека, в целом довольного тем, кем он является, тем, что он имеет и тем, что с ним происходит. В этом смысле субъективное благополучие выступает не кратковременным переживанием, а присуще человеку на протяжении всей жизни, либо по крайней мере каких-то значительных ее отрезков. В мировой психологии, преимущественно английской и американской, активные исследования этого явления ведутся уже на протяжении четверти века. В отечественной психологии ему до сих пор уделяется недостаточно внимания, что следует признать серьезным упущением, поскольку достижение субъективного благополучия фактически является важнейшей целью всех практических усилий психологов. В силу этого представляется крайне важной объективная оценка разнообразных факторов – биологических, социальных, экономических, психологических, влияющих на это состояние. Учет и использование данных соответствующих исследований открывает широкие перспективы для позитивных изменений качества жизни, как конкретных людей, так и общества в целом. Очевидно, что процедура оценки данного состояния с научной точки зрения весьма уязвимы для критики. Ведь субъективное благополучие можно оценить только субъективно, то есть посредством самоотчета. Тем не менее, широкомасштабные исследования продемонстрировали, что люди способны достаточно адекватно оценить собственное душевное благополучие. Кстати, те, кто говорит, что счастлив или доволен жизнью, кажутся счастливыми и своим близким, друзьям и психологам. Их ежедневное настроение характеризуется чаще положительными эмоциями, они улыбаются чаще. По сравнению с несчастливыми, счастливые менее сфокусированы на себе, менее враждебны и раздражены, меньше ругаются и даже меньше восприимчивы к болезням. Методы выявления субъективного благополучия используются самые разные, от простейшего опросника, требующего ранжировать собственные ощущения от жизни по семибальной шкале, до весьма детализированной шкалы удовлетворенности жизнью. Надежность подобных методов не бесспорна, так как на результатах может сказаться ситуативное эмоциональное состояние опрашиваемого. В частности, выяснилось, что люди склонны сообщать о гораздо более высоком уровне удовлетворенности жизнью в солнечную погоду, а, к примеру, соответствующие замеры, проводившиеся в Германии, выявили резкий всплеск переживания субъективного благополучия после важной победы национальной сборной по футболу. Для устранения этого изъяна разработан метод замера переживаний. Он заключается в том, что человек сообщает о своем состоянии в разные моменты на протяжении длительного времени, например, месяца, а затем полученные баллы усредняются. Но в любом случае полученные результаты трудно признать объективными. Установлено, что средние показатели субъективного благополучия значительно разнятся в разных уголках света. Например, знаменитое исследование Евробарометр выявило очень низкую удовлетворенность у жителей Франции и Италии. Лишь 10% из них очень довольны жизнью в целом, тогда как в Дании таковых 55%, а в Голландии около 45%. Можно предположить, что это связано с различными культурными нормами дозволенности отрицательных и желательности положительных эмоций, а не с огромными национальными различиями в уровне субъективного благополучия.